МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официально родиной скандинавской ходьбы считается Финляндия, где ее в 30-х годах 20 века начали использовать лыжники для тренировок в теплое время года. Массовую популярность она получила в Европе в 80-е, когда в Хельсинки врачи совместно с профессиональными спортсменами разработали специальную модель палок для занятий скандинавской ходьбой. Сегодня мы посетим тренировку по этому уникальному виду физической активности в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. На сегодняшний день секцию скандинавской ходьбы для людей старшего возраста регулярно посещают около 100 человек со всех уголков Одинцовского района. Занятия проходят по средам и пятницам в утренние часы, когда трасса еще не сильно загружена. Тренировка длится около часа. За это время любители здорового образа жизни успевают не только отточить технику ходьбы, но и выполнить универсальный комплекс упражнений для поддержания хорошей физической формы. Тренировка состоит из нескольких блоков. Это сначала разминка суставная. Мы разминаем суставы для предстоящей работы. Мышцы разогреваем. Потом следующий этап мы идем по маршруту. По маршруту проходим определенное количество километров. Далее у нас такой силовой блок из упражнений общеразвивающих. И заминочка в формате растяжки. Что касается погодных условий. В любую погоду занимаетесь или какие-то ограничения есть? Вы знаете, в основном в любую погоду, абсолютно в любую. Единственное, конечно, мы без фанатизма. Если будет, допустим, 30 градусов, конечно, наверное, тренировочку отменим. Но я на своей памяти не помню, что мы когда-то отменяли тренировки. Что касается людей старшего поколения, насколько быстро и легко они знакомятся с техникой? Все по-разному. Все по-разному. Зависит от общей подготовки, состояния человека и координации, личной координации. Потому что не все сразу схватывают палки, мешают сначала, как неестественное что-то. И поэтому не все сразу схватывают правильную технику. Некоторым приходится долго обучаться. За последние годы скандинавская ходьба стремительно набирает популярность. Особенно среди представителей старшего поколения. И если 10 лет назад, встретив на улице человека с палками, прохожие удивленно оборачивались, то сейчас сотни пенсионеров устремились в парки и скверы за хорошим самочувствием и долголетием. Не случайно за последние десятилетия известные мировые медицинские центры провели множество исследований, доказывающих исключительную пользу ходьбы для здоровья. В первую очередь это сердечно-сосудистая система укрепляется, потому что человек находится на воздухе, двигается, соответственно, и улучшается дыхание, потому что равномерно распределяет свою нагрузку на протяжении 45 минут, часа. Улучшается мышечный корсет, потому что он ходит, двигается, соответственно, укрепляет связки, сухожилия. В частности, как мы здесь между собой называем, это ходячая скамейка для бабушек. То есть они пока ходят, они общаются, разговаривают, обмениваются какими-то своими жизненными опытами, но при этом не понимают, как через месяц, через два они становятся бодрые, энергичные, уже счастливые и довольные. Что касается противопоказаний для занятий, существуют какие-то? Практически нет, практически нет, только зависит от индивидуальных каких-то болезней. Но в основном всем показано, даже при каких-то болезнях суставов, сердечно-сосудистой системы. Вскандинавская ходьба показана практически при любых заболеваниях. По словам специалистов, для достижения максимальной пользы от ходьбы необходимо соблюдать правильную технику. Смысл тренировки не в том, чтобы просто переносить палки. Спортсмен должен использовать их для отталкивания от поверхности. В зависимости от того, насколько правильный человек научился пользоваться палками, энергозатраты на занятиях могут быть выше на 20 или 30%. Первоначально, что мы должны запомнить, это должно быть естество движений. То есть палки должны нам не мешать, а помогать. Первое – это положение туловища. Положение туловища, естественно, чуть наклон небольшой вперед, небольшой абсолютно. Палочку мы ставим под наклоном, примерно напротив опорной ноги пяточки. Можно чуть дальше. Рука чуть согнута. Другая рука работает за спину. То есть положение рычага должно быть как вперед, так и назад. Практически прямая рука. Практически прямая рука. Ноги работают, естественно, с пятки на мысок, с пятки на мысок. То есть сначала мы ставим ногу на пяточку и плавно перекатываемся на мысок, делаем шаг вперед. Руки работают вдоль туловища по одной линии, по одной линии. Никаких качаний туловища мы не должны делать в сторону, не в сторону, так и не вперед, и назад тоже исключить движение. Дыхание. Нет определенной системы дыхания, и дышать надо естественно. Скандинавская ходьба – один из немногих видов спорта, не требующий дорогой экипировки и наличия спортзала. Удобная одежда, обувь по погоде и, самое главное, правильно подобранные палки. Для начинающих, кто после болезни или травма какая-то была, восстановиться в ходьбе, лучше палочки будут пониже. Палку отрегулировать можно, соответственно, закрепив, если это телескопическое. Есть статические, ну, можно подобрать себе, если подходит, без проблем, либо в сервисе подрезать. Сниму ручку, да, сделать под себя. А какая правильная высота? Правильная высота для человека, обычно физически развивающегося, 0,68 умножается рост. То есть рост человека? Рост человека 0,68, получается высота палки. Наконечники бывают летние, резиновые. Вот, разного вида бывают, для принятия удара от асфальта, когда вы по асфальту ходите, да, чтобы не было сильной отдачи. И съемные для зимней ходьбы. Для зимней ходьбы по снегу еще добавочная идет функция, надо бы не провалиться. Большинство посетителей секции ходьбой занимаются менее года. Пришли за компанию с подругами и, как говорится, втянулись. Для многих тренировки не только забота о здоровье, но и новые приятные знакомства. Нас просто опекают, нам подсказывают, как-то технику нам поправляют. Нам очень нравится, мы очень довольны. А потом знакомимся с новыми людьми, общаемся. Спорту не уделяло внимания, не придавало этому значения и слишком располнело. А это вредно. Сказали, надо сбрасывать. Врач сказала, надо лишний вес сбрасывать. Вот я пришла, стала заниматься, и вот 15 килограммов минус за полгода. Здесь воздух какой, здесь такая красота. И вообще такие девчонки все хорошие, дружные. Это ладно. Тренер замечательный. И вы знаете, у меня ночами руки вот так вот не мели. У меня перестали вот не меть руки. В здоровом теле здоровый дух. Я вот чувствую, что лучше себя чувствовать стала. И у меня как-то и спина подтянулась. И ну как-то вот потом я дома, когда не ходила сюда, я прямо засыпала. Какая-то сонная была. А сейчас у меня сразу какая-то энергия появилась, бодрость такая появилась. Тренировки по ходьбе с палками регулярно проходят в парке для всех желающих совершенно бесплатно. Опытные тренеры с нуля научат правильные техники и подберут индивидуальную нагрузку для человека с любым уровнем физической подготовки. Оснакомиться с подробным расписанием занятий и предварительно зарегистрироваться на них можно на официальном сайте Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Субтитры сделал DimaTorzok